Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Барон Михаил Константинович Клод фон Югенсбург. Русский живописец, представитель тварянского рода Клод фон Югенсбург, выдающийся мастер реалистического пейзажа второй половины XIX века, одним из первых внесших новые жанровые мотивы, академик и профессор Императорской академии художеств, один из членов учредителей Товарищества передвижных художественных выставок. Родился 30 декабря 1832 года в художественно одаренной семье Клод фон Югенсбург. Его отец, генерал-майор артиллерии Константин Клод, увлекался гравюрой по дереву, а дядя Петр Клод был одним из лучших скульпторов России того времени. Первоначально обучался горному делу в корпусе горных инженеров, но учебу не нравилось Михаилу, и он часто пропускал занятия. Лишь занятия по рисованию, которые в корпусе вел Иван Хруцкий, вызывали в нем удовлетворение. Его преподаватель также разглядел в своем ученике будущий талант. В 1851 году в 18 лет поступил в Императорскую академию художеств, где с большим увлечением проходил обучение в классе Максима Воробьева, который преподавал пейзажную живопись. Я пользуюсь википедии. В 1853 году за одну из своих ученических работ был удостоен серебряной медали второй степени и стал стипендиатом Общества поощрения художников. По свидетельству летописца семьи, молодой художник отказался от стипендии в пользу более нуждающихся художников, и она была передана одному из двух братьев Крейт. В 1855 году был удостоен большой серебряной медали. После окончания Академии художеств в 1858 году получил звание художника первой степени, а за картину «Вид» в имении Загизальблис Риги ему была вручена большая золотая медаль и право на поездку за государственный счет в Европу сроком на три года. Приехал в Швейцарию, поселился в небольшой гостинице на берегу Женецкого озера. Его творчество началось с падху. Живописец принял решение сменить обстановку и переехал в Париж, рассчитывая, что мировая столица искусств вдохновит его. В Париже он познакомился с представителями Барбизонской школы Руссо, Франсо Вадобиньи, Камилем Каро, а также встретился со своим двоюродным братом Михаилом Петровичем Клоттом, вместе с которым отправился сначала в Британию, затем в Нормандию. Но и здесь художник не нашел удовлетворения. Французская архитектура и живопись не произвели на него впечатление. В 1860-м он написал письмо в Академию с просьбой о разрешении вернуться и провести остаток трехлетней командировки, рисуя пейзажи народа. Получив официальное разрешение от Академии, в январе 1861 года вернулся в Россию. В конце 1860-х годов был уже состоявшийся художник, имевший свой взгляд на искусство и узнаваемый почерк. Для его работ характерный реализм изображения, безукоризненный рисунок, аскрупулезная проработка деталей, мастерство перспективных решений, строгость и стройность композиции, способность к присутствиям человека, одушевит природу. Ему присуща тщательность прорисовки объектов переднего плана и обобщенность в отдаленных планах и небо с облаками. Такая точность в написании мелких деталей требовала больших усилий и много времени на создание полотна. Добиваясь ее, художник иногда переписывал картину несколько раз. В 1870-м году было избрано первое правление товарищества передвижных выставок, состав которой вошел Клод. И следующее десятилетие его жизни связано с работой товарищества, которое очень быстро стало крупным центром художественной жизни в России. В 1873 году был зачислен в Академии на профессорский оклад. В 1871 он числился сверхштатным преподавателем без содержания. Профессорский оклад значительно улучшил его финансовое положение. Некоторые из его учеников впоследствии стали известными художниками, работающими в разных направлениях. Пейзажисты Николай Дубовский, Юлий Клевер, маринист Александр Бекеров и другие. В это время развернулся конфликт вокруг Василия Верещагина. Клод не поддержал профессорский состав Академии и встал на защиту баталиста. Совершал творческие поездки по стране, создал серию полотен, которые вошли в Золотой фонд русского пейзажа. В 1880 году у художника возник конфликт с другими членами товарищества передвижников. Работы Михаила Клодта неоднократно экспонировались на всемирных выставках в Париже, Лондоне, Вене, Филадельфе. Постепенно его здоровье ухудшалось, начались проблемы со зрением, художника стали беспокоить головные боли. По мнению одних авторов, вскоре у него развилось психическое расстройство. По вечерам он стал слышать голос. По мнению других, продал алкоголизм. В 1886 году был уволен в профессорской должности в Академии с оставлением за штат. А в 1894 году уволен окончательно, с назначением небольшой пенсии. Скончался художник 16 мая 1902 года. Похоронен 22 мая на Смоленском литеранском кладбище. Вот так вкратце из переводной википедии о русском живописце Бароне Михаиле Константиновиче Клод фон Югенцбург. Пока-пока, до свидания. Продолжение следует...